И вот представьте себе, вообще о Беренсе можно говорить 4 часа, о Макинтосше 2 я сказал, о Беренсе 4. Я очень жалею, что я вам не покажу сотую долю того, что я могу показать и рассказать о Беренсе. Это был мусичка, просто мусичка. Я вам еще одну такую вещь хочу сказать, как бы перед тем, как разразиться потоком любви к Петеру Беренсу, об архитектуре, о дизайне вот так и даже с картинками разговаривать преступление. Когда вы берете в руки лампочку, сделанную Беренсом, ее надо гладить. Это органолептическая любовь, это органолептическое восприятие. Вещь, она же вот эта душа, она на картинке непонятно. Работает все. Это трехмерный мир, его надо держать в руках. Вы когда видите даже эти вещи в каком-нибудь европейском музее дизайн, в Дармштадте, например, в павильоне Беренса, за стеклом, вы все равно воспринимаете вещь живой, не на картинке. Ты понимаешь, что ты влюбляешься в эти вещи. Это вещи с историей, это вещи, изменившие мир. Это вещи, в которые он оставил след. Не потому, что он ее создал, а потому, что он вложил в нее эту самую, Зайн, эту самую душу. Это такая штука, которую не просто из нее там из чашки хочется пить, а ее хочется гладить. Обычная чашка. Самая понятная, но это кусок большой истории. И то же самое с архитектурой. Архитектура это же не стены, потолки и полы. Это вот пустота образована этим всем. В городе это не фасады, а это то пространство, которое между этими фасадами заключено. И в этом пространстве находимся мы. И мы воспринимаем один интерьер как уютный и камерный, или тесный. А другой как простор, наполненный воздухом. А почему это полами, потолками и стенами? Сделано это уже неважно. Мы очущаем эту пустоту, это пространство. Ни одна картинка, самая красивая фотография не может передать настоящую архитектуру. Это надо ехать, это надо входить внутрь и дышать этим воздухом. Тогда вы понимаете, как идет архитектура. Поэтому это самообман то, что я вам показываю. Я вам рассказываю байки. Я рассказываю историю о дизайне. А сам дизайн, когда вы можете взять в руки. Так вот, Ротенау пригласил его на работу к себе в концерн. Концерн назывался AEG. Не Siemens. Концерн назывался AEG. Это сейчас AEG, это структурная важнейшая составляющая электролюкса. AEG жив по сей день и это самая крупная немецкая компания, связанная с электричеством. Переводится. В России она называлась ВЭК. Абсолютно аналогично немецкому. Объединенная электрическая компания. AEG. Альгемальная электрическая компания. Что это такое? Всероссийская электрическая компания. ВЭК. Коротко. И вот AEG была первая в Европе компания, которая занялась производством электрочайников, газовые фонари, газовое освещение. Новая технология электричества. Лампа накаливания, нить. Вы знаете, как это работает. И вот первый производитель лампочек электрических – это AEG. Какая она должна быть, лампочка? Какой формы у нее должен быть цоколь? Какой формы у нее должно быть плафончик вот этот вот? Какие у нее должны быть очертания? А черт ее знает. Какой должен быть, как должен быть выглядеть электровентилятор? Их же не было до этого, электровентиляторов. А тут инженерская есть. Вот схема такая, тут лопасти. Их может быть три, их может быть четырех, может быть пять. Они могут быть такие, они могут быть такие. Здесь два проводка, двигатель вот прямо сюда нанизывается. А какой он будет выглядеть? Черт ее знает. Как будет выглядеть фен? Уже есть фен в это время. Ну что, тут электричество же есть. Значит и фен можно сконструировать. Как можно сконструировать электроплитку, шнур, утюг и так далее. И Ротенау приглашает Беренс и говорит, Петер, ты конечно большой архитектор, но я тебе предлагаю такую возможность, которую не было ни у одного архитектора и ни у одного художника никогда до тебя в мире. Ни у одного. Ты нарисуешь лампочку, ты нарисуешь плитку электрическую, ты нарисуешь фен. Ты создашь все эти вещи и много миллионов этих всех вещей будут проданы не в Германии, а в России, в Великобритании, во Франции, в Италии, в Америке, наверное нет, там будут Эдисоновские. Но в Европе, в Старом Свете, везде будет твоя работа. И в каждом доме люди, когда будут включать свет и будет зажигаться эта лампочка, будут смотреть на эту лампочку и видеть, что мир изменился. Потому что ты придумал эту форму лампочки. Потому что для них будет привычно, что лампочка такой формы. Каждый раз, когда они будут включать чайник, браться за его ручку, они будут видеть, вот как выглядит чайник. Вот, это чайник. Каждый ребенок, который только учится разговаривать, ему папа скажет, Тиндер, даст из чайник. Он скажет, а, я, даст из чайник, Ферштейн, я. Так вот, и даже если этот ребенок будет русским, украинским мальчиком, он скажет, тату, кажа ему, детинка, это чайник. И он будет знать, что вот чайник выглядит так. Петер, ты можешь изменить мир. Ты не просто создашь фирменный стиль компании АЭГ, ты изменишь мир навсегда. От тебя будут плясать все остальные. Вы представляете, какая это не то что ответственность, это он творец. Он совсем творец. Он может совершить революцию, которая не снилась ни одному Робеспьеру. Он может изменить полностью глаза всех людей. Однажды, единожды. Он нарисует лампочку, и все изменится. Почему Петер Беронс был первым дизайнером в мире? Он создал фирменный стиль компании АЭГ. Это логотип компании. Он сейчас изменился, сейчас просто надпись АЭГ идет тем же шрифтом. Он разработал этот шрифт. И этот тоже. Разработал всю продукцию, сопроводительную, рекламную, календари, брошюры, блокноты, все инструкции по пользованию. Разработал фирменный стиль, который сопровождал это все электричество. Но мы же сами понимаем, что такое фирменный стиль, да? Если у Кока-Колы даже вот это Джингл Беллс, это часть фирменного стиля. Если Санта Клаус является частью фирменного стиля Кока-Колы. Ну потому что в красном костюме, красном колпаке. А какая Кока-Кола? Коричневая. Но не она, а ее фирменный стиль. А он первый, самый первый фирменный стиль создал. Да чем не было понятия фирстиля до Бернса? Он сказал, ребята, картинку заменили. Всем. Сразу. Моментально. Одномоментно. Тьфу. Как выглядели часы? Можете себе представить до Бернса? Это электрические часы, которые не надо заводить. Ну вы что, не видели в жизни электрических часов? Конечно, видели сто раз. Но первые электрические часы выпустила компания АЭГ. Первую форму электрических часов, а заодно лаконичный набор арабских цифр. Не римских, а арабских цифр. Это тоже догадаться надо было. Вы подумайте. Вот эти часы с боем, с маятником. Дын-дын. Биг Бен такой. Какие у них тут цифры? Арабские или римские? А он додумался, что если он поставит арабские цифры, удобнее читать будет. И стрелки, если не будут, знаете, красивые-красивые. Такие накрученные. А вот такие лаконичные, люди просто посмотрят, если вы познали, который сейчас. Все. Они будут рассматривать. Нормально? Серег, понятно, да? Работает. Бернс молодец. Прокол. Все это сделал он еще тогда. Это пятый год, 1905 год. Или такие. Когда вы понимаете, что есть 24 часа в сутках, и чтобы не путаться. Это вентилятор. Ничего нет лишнего. Ничего нет лишнего. Это вещь, которую хочется съесть. Это вещь, которую хочется съесть, говорю я вам. А знаете почему-то ладно? Потому что он не пластмассовый. Потому что это не латунная проволока, это латун. Потому что это металл. Потому что оно сделано АЭГ. А это рекламный плакат этого же вентилятора. И здесь нет виньета. Здесь нет вот такой девушки в развивающемся платье, шляпки, зонтиком, который обивает над потоками воздуха этого вентилятора. Здесь просто вентилятор. И надпись. Вентиляторы АТЭГ. И все понятно. Потому что сделал немец для немцев. Но не только для немцев. Потому что это все ясно. Это все лаконично. Это все работает. Немецкие вещи стали продаваться. Немецкая продукция стала сразу ассоциироваться с высочайшим качеством. И она перестала демпинговой быть ценой. Она стала нормальной, адекватной. Одним из самых массовых потребителей немецкой продукции выстала. Каковой является по сей день. Потому что ассоциация стала работать. Немецкая значит надежная. Немецкая значит качественная. Немецкая значит настоящая. Трушная. Ну, в смысле, настоящая. Это самое известное произведение Петера Бернса «Электрочайник». Их было много разных. Но он превратил утилитарную вещь, которую можно было раньше увидеть только на кухне у кухарки, в вещь, которую принято ставить на стол. Когда вы ставите ее вот так, и понимаете, что... И вот это вот не портит, куда вдыкается разъем. Он дошел до того, что начал это со шрифта, разработал всю линейку компании АГЭ и даже разработал концепцию, как должно выглядеть промышленное предприятие. Он автор промышленно-индустриальной архитектуры. Он в фирменном стиле сделал от и до, включая спецодежду сотрудников, включая всю сопровождающую документацию, бланки, приходные расходные ордера и прочее, прочее, прочее. Он молодец. Он действительно заменил картинку. До 1914 года, до начала Первой мировой войны, то есть 100 лет назад, он проработал в компании АГЭ-11, по-моему, лет, или 10. И фактически он изменил мир. Это первый дизайнер. Это человек, от которого стало понятно, что мир другой. И у людей стало иное восприятие предметов, иное восприятие вещей. Они перестали искать в них красоту очевидную, они стали в них искать красоту скрытую. Беренс – это афиша сегодняшнего мероприятия. Я заменил здесь рекламу лампочки, которая тут была написана на название сегодняшней лекции. Петер Первый. Беренс дожил до 1940 года. Дизайн родился. Дизайнер Первый появился. Но дизайн не мог родиться на самом деле. Потому что для того, чтобы он был гений, так случилось, что вот он гениально смог совершить изменение мира. А где было взять второго, третьего, пятого, двадцать восьмого? Откуда было взять этих людей, которые смогут продолжить начатое? Которые поняли, что сделал он, и стали бы вот этими многомиллионной армией дизайнеров, которые дальше бы продолжили это дело. Нужна была школа. Об этом в следующий раз. Теперь все. Продолжение следует.